Смотрите, давайте просто начнем, опять же, о развитии отношений говорить. Мы говорим о развитии отношений, потому что, ну, невозможно, как человек говорит, я от тебя дистанцировался или дистанцировалась. Это означает, пошел вон скотина, ну, по-русски сказать. Понимаете, это не дистанцирование, это просто отвержение человека. Я не об этом говорил. Давайте будем сейчас говорить о просто нашем развитии. Вот смотрите. Смотрите, сначала в отношениях приходит телесная и эмоциональная близость. Это то вот как раз, о чем люди и мечтают. Телесная близость означает, вот мы как бы вместе спим, нам хорошо. Эмоциональная близость значит, это сюсю-пусю там, все как бы. Я тебя люблю, поту-поту, поту-поту. Больше я не люблю. Ну, такая песня есть. Вот. Емунистическая, естественно. Но она правильная, потому что это вот именно этот уровень отношений. То есть эмоциональная близость в отношениях. Люди эмоционально как бы воспринимают отношения. Они как бы эмоционально чувствуют, им нравится друг с другом, им хорошо. Они обнимаются, постоянно ходят об обнимочку. Им хорошо, там они наслаждаются друг с другом. Я не против. Вот хорошо, супер. Это хорошо. Но надо знать также еще и кое-что. Это мнимая близость. Вот в этой близости, где когда тело, вот наши тела наслаждаются, эмоции, чувства удовлетворены друг с другом. Это близость мнимая. Она не слабая даже, а мнимая. Потому что на самом деле никакой близости нет. Что точно так же человек может и с другим человеком иметь такую же близость параллельно. Эмоциональную и телесную. Ему так же может быть хорошо. Поэтому это вызывает очень сильную обескураженность у некоторых людей. Допустим, девушка счастлива с парнем. Да, она с ним хорошо время проводит. И тут бац, она обнаруживает, что точно так же с ним хорошо время проводит еще какая-то другая девушка. И он не в одном глазу. Он скажет, а что какой? Я пока еще не выбрал. Я выбираю. Он скажет, ты как-то странно выбираешь вообще-то. Некоторые так с психологи советуют. Говорят, да ты выбирай сразу из нескольких. Ты же не можешь понять. Вот ты выбирай. Понаслаждайся одним человеком, а потом другим. И смотри, с кем тебе наслаждаться лучше. Да когда ты другим наслаждаешься, ты же этого предаешь параллельно. Все, значит, у тебя не будет никакого выбора. Ты просто разрушаешь свою возможность создать семью таким образом. То есть выбора никакого нет. Если начала строить с кем-то отношения, все, все остальные, до свидания. А если у тебя есть выбор, тогда не строй ни с кем отношений. Думай. Но когда уже придумала, тогда все, уже опять нет выбора. Потому что будет предательство дальше. А предательство не рождает любовь. Причем предательство обоих. Ты как бы с обоими спала вместе, перемешку там то с этим, то с этим. Ты обоих предала уже, все. Как с ними ты потом будешь жить? У тебя с самого начала в семье уже неправильное создание семьи уже, предательство. Но вот эта вот мнимая близость, она не дает никакой гарантии на сохранение семьи. Дистанция между этими людьми абсолютно нулевая. Люди так сильно привязываются друг к другу, когда у них эмоциональная и телесная близость, что потом дальше, если какой-то конфликт, не дай бог, начался, такая сильная жесть будет в этом конфликте, такие сильные обиды, такая эмоциональная война, что просто ужас. Понимаете? Поэтому, ну как бы, если у вас появилась такая вот, ну людям нравится, я не против, еще раз говорю. У меня никаких тайных мыслей нет. Конечно, хорошо, когда люди телесно и эмоционально подходят друг к другу, что-то плохого. Но не надо на это ставки делать просто. И надо думать, что вот это вот у меня есть, вот мне... А он мне нравится, нравится, нравится. И вот что я хочу сказать тебе в ответ. Пам-пам-пам. Но этого недостаточно, понимаете? Парам-пам-пам недостаточно. То есть нужно понимать, как устроен этот мир. На этом уровне отношений, вот мы обнимаемся, ходим, как бы, говорим о природе, о погоде. Нет гарантий никаких, что этот человек останется рядом с тобой. Нет гарантий. Потому что это очень поверхностная близость. И дистанцию ты тоже не сможешь сделать от этого человека. Потому что, когда сильное совпадение тела идет и эмоций, люди привязываются друг к другу. Просто жесть. Они просто как сливаются, как в одно целое. И это означает, что такое ревность? Как вот моя часть, половина меня может смотреть на кого-то другого, ходить в другое место или даже вообще иметь другие вкусы? Почему тебе нравится вот эта пища? Мне же не нравится. Это означает вот это вот мышление. То есть человек вообще не может понять, как часть его жизни может иметь какое-то свое существование. Это называется ревность. Это как раз на вот этом уровне. Очень сильное слияние. Люди так сильно сливаются, что они не могут друг без друга даже секунду пробыть. Это очень опасно. Это разрушает жизнь. Потому что рано или поздно от такого сильного слияния что происходит? Истощение. Отстань от меня. Я больше не могу. Рядом с тобой. Так что бывай, бэби. Так что бывай. Не приставай. Не приставай. Не приставай. Ну, мое хорошее. Ну, почему? Ну, потому что, чтобы мы развивались. Чтобы мы на духовную платформу выходили глубже, пытались все понять. Ну, так же, если бы именно это, в этом была цель жизни, чтобы мы склеились и все, как бы. Ну, тогда Бог бы это поощрял и все, вот, посклеивались все. И все. И отлично все. Ничего не надо развиваться, ничего просто склеиться. Хорошо. А потому что расслабляет же это, вот, представьте, как бы, тебе хорошо. Чего, зачем развиваться? Не были мы ни на каком-то эти, нас здесь неплохо кормят. Кот, помните в мультике такой толстый, маленький, ножки, какой-то эти?